Следующий оратор от имени группы Евроконсерваторов, господин Уолтер. Спасибо, госпожа председатель. Реальная опасность существует того, что сегодня в конце ассамблея будет выглядеть совершенно по-глупому. Господин Шенок, это уважаемый член нашей ассамблеи и председатель комитета по мониторингу. Его доклад краток и ясен. В апреле мы ввели санкции в отношении российской делегации. После того, как они с энтузиазмом поддержали аннексию Украина и отказались признать территориальную целостность и суверенитет другого государства члена. Мы не закрыли путь возможностей для диалога. Российская делегация участвовала в наших заседаниях. Она имела возможность объяснить свою позицию, но 9 месяцев они предпочли не участвовать. В докладе ясно говорится, что ничего не изменилось. По сути, участие российское военное на востоке Украины является новым нарушением суверенитета Украины. Почему, госпожа председатель, следует нам сейчас ослабить санкции? Почему, господин Шенок, мы должны восстанавливать право голосования голоса российской делегации? Российская делегация по-прежнему является нарушителем базовых принципов нашей организации. И сейчас не время ослаблять нашу позицию, смягчать нашу позицию. Российская делегация не продемонстрировала никакого раскаяния, не принесла извинений. Наоборот, она продолжена угрожать своим соседям. Госпожа председатель, я считаю себя хорошим европейцем. Я верю в европейскую солидарность. И я хочу напомнить коллегам из 28 стран Европейского Союза, из Норвегии, Исландии, Албании, Черногории и Швейцарии, что вместе наши правительства и поддержки наших парламентов и народов поддержали санкции. И усилили эти санкции. Сегодня давайте всей Европой продемонстрируем реальную, настоящую европейскую солидарность в интересах народа Украины, Грузии и Молдовы в защиту права, верховенства закона и ценности Совета Европы. Уважаемые коллеги, я призываю вас сохранить санкции в отношении России до тех пор, пока она не покажет раскаяния, не продемонстрирует и не восстановит территориальную целостность Украины. Господин Шченок, уважаемые коллеги со всей Европы, я прошу всех вас поддержать нас. И помните, если вы будете кормить медведя, то он вам может откусить руки. Продолжение следует... Продолжение следует...